В ОФСИН России по Тверской области прошла пресс-конференция, посвященная реализации федерального закона апробации в Российской Федерации. Объясняя журналистам цель закона, начальнику ОФСИН России по Тверской области генерал-майор внутренней службы Александр Кузьмин отметил, что главная задача уголовно-исполнительной системы не только обеспечить изоляцию преступников от общества, но и создать для осужденного человека возможность для дальнейшей ресоциализации. Проводится воспитательный процесс, направленный на то, что по выходу из колонии наши подопечные должны все-таки изменить подход к жизни и быть готовы к жизни в нормальном обществе. Это называется процесс ресоциализации. И направлен он прежде всего на то, чтобы мы с вами добились снижения рецидивной преступности. Пробацией в исправительных колониях занимаются воспитательные, психологические, социальные и производственные службы учреждений. В рамках воспитательного процесса мы работаем со всеми одинаково. Но есть конкретные люди, которые имеют определенные вопросы и трудности, и пробация проводится именно в отношении тех, кто непосредственно обратился за помощью. Обращаются за помощью соответствующим образом сотрудникам и с ними проводится комплекс мероприятий. Таким образом выстроена эта работа. Своя пробация существует и в уголовно-исполнительных инспекциях, на учетах которой состоят люди, осужденные без лишения свободы. У нас там достаточно большое количество лиц, которые находятся на учете уголовно-исполнительной системы. У всех есть разные жизненные ситуации. Многие обращаются по социальным вопросам. И обязанность сотрудников как раз организовывать работу по оказаниям всей необходимой помощи. А помощь человеку может потребоваться разная. Юридическая и медицинская. Помощь в трудоустройстве, обеспечение жильем. Разумеется, этой работой будут заниматься не только уголовно-исполнительная служба и органы внутренних дел. Все органы исполнительной власти, государственной власти, центры занятости населения, социальной защиты, организации образования и многие другие учреждения социального и медицинского обеспечения. Поэтому вот это комплексная работа. Заключены соглашения со всеми субъектами пробации. При губернаторе Тверской области проведено координационное совещание. С этого года активная работа с осужденными начинается за 9 месяцев до их освобождения. В нашем регионе количество осужденных, в отношении которых может осуществлена пробация, превышает 1 тысячу человек. На сегодняшний день 31 осужденный уже обратились за помощью. В отношении 25 осужденных принято решение о целесообразности применения пробации. 4 осужденным оказано содействие в восстановлении документов. Ну, тут это, понимаете, этот процесс, он продолжается, работа идет. Мы понимаем, что работа, как сказал Александр Николаевич, при социализации заключенных и последующей реализации закона пробации очень важна. Потому что, посещая исправительные учреждения, я вижу прекрасно, на каком уровне стоит образовательный ценз в исправительных учреждениях. Ведь многие, те, кто отбывает наказание, только там получают свои рабочие специальности. И по ним потом могут устраиваться и работать. Соответственно, зарабатывать деньги честным путем. И задача всех, без исключения, вести такую работу, чтобы они не возвращались назад в колонию и совершил правонарушение по нарастающей доминанте. Пример тому пресловутая и страшная на сегодняшний день 228 статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Сбыта и устранение наркотических препаратов. В антинаркотической стратегии страны президент Российской Федерации от февраля 2023 года внес деятельность иностранных государств и спецслужб, которые открывают наркобавраторию в нашей стране и способствуют осуществлению наркотиков, переводятся к угрозе национальной безопасности России. О реализации федерального закона о пробации в Российской Федерации мы будем рассказывать в патрульной службе на примере конкретных человеческих судеб. Субтитры создавал DimaTorzok